Матфея 28.20 Иисус хададавал самую последнюю заповедь ученикам. С 19-го хорошо будет читать. Итак, идите и научите все народы, крестья их, во имя Отца, Сына и Святого Духа. Уча их соблюдать все, что я повелел вам. Смотрите. И проповедование Евангелия. И рассказывать об Иисусе. Это не то, что ты многое знаешь. Это то, какую заповедь ты имеешь от Него. Даже говорить о Боге, это не для того, чтобы просто говорить. Это не должно быть основанием, что я просто должен говорить. Но это должно быть, что я имею от Господа. И что Бог сделал в моей жизни. И это есть Евангелие. И говорит, идите и учите. Что учить? Все, что мы научились от Него. Но то, что я от Другого научился. И, учась у Другого, я не у Него учился. Потому что, возможно, чтобы через кого-то Бог тебя учил. Если я не у Него учился. То, что я говорю, это зря. Говорение, это зря. Потому что Иисус сказал. То, что я заповедал вам. Идите и это учите. Теперь вопрос. Чему я научился у Бога? Это важный вопрос. Это поможет тебе. Если ты осознаешь, что, чему тебя Бог научил. Это поможет тебе. Чтобы дьявол тебя не обманул. Очень много обманов. От врага. Когда они происходят в жизни человеку. Не все, но многие. Когда человек забывает, чему его учил Бог. Никогда не забывай, чему ты научил сего Господа. Аминь. Прямо сейчас. Дух Святой может тебе напомнить, чему он тебя учил. Не забывай этого. Цени это. Помни это. И имеешь от него. Ты имеешь от него то, что ты научился. И это тебя сохранит. Чтобы ты не потерялся, заблудился. Многие через интернет смотрят проповеди. Будь внимательнее, что ты смотришь. Потому что. Если ты что-то смотришь, и ты не учишься у Бога. Не смотри это. Не смотри через интернет осуждения. Не смотри какие-то безумные передачи. Даже христианские. И, конечно, есть много проповедей. И много передач христианских. Через которые ты от Господа учишься. Но когда ты что-то смотришь. Не смотри, насколько тебе это интересно. Смотри на то, что это дает тебе от Господа. Люди тебе дадут эмоции. Люди тебе дадут какие-то сверхъестественные учения. Но Бог тебе даст конкретные заповеди. Которые ты возьмешь. И это изменит твою жизнь. Если ты что-то смотришь в интернете, что не меняет твою жизнь. И тебя не приближает к Богу. Я имею в виду именно это то, что меняет жизнь. Не смотри это. Даже христиане многие вещи друг к другу направляют. Передавать то, что тебе дало заповеди от Господа. Мне нравится, что в нашей группе служителей, служители что-то направляют, ссылку кидают в WhatsApp, то, что им понравилось. Это хорошо, что ты от Бога получил что-то и передаешь другим. Но не смотри что-то просто для того, что интересные или эмоции получаешь. Какие мы заповеди имеем от Господа? Еще об этом будем говорить. То, что мы от Бога получаем, мы должны крепко держать. И мы должны стремиться иметь что-то от Бога. Духовный вес человеку не решается от того, сколько он верит. А то, насколько он имеет что-то от Господа. Сколько я имею от Господа? Даже не множеством знаний в Библии. Но когда ты имеешь истину и Слово Божье. Слово Божье и Слово Божье и Слово Божье.